Нави – раса разумных гуманоидов с покрытой лесами планеты Пандора из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Представители человеческой расы, которые добывают на Пандоре анаптаниум, относятся к аборигенам как к дикарям, а некоторые, например, Паркер Селфридж или полковник Майлз Куоридж, считают их голубыми обезьянами. Внешне, Нави выглядят очень элегантно, но при этом мощно. Они гораздо выше нас – от 2,5 до 4 метров, в среднем 3 метра высотой, покрыты гладкой голубой кожей. У них огромные глаза янтарного цвета и длинные хвосты. Все Нави – стройные, ввиду их образа жизни и физиологии. Они – единственная и известная разумная раса, кроме людей. Несмотря на то, что жители Пандоры занимаются охотой и собирательством, а их уровень развития технологий эквивалентен людскому в эпоху Палеолита, их объединяет очень сложная и необычная культура, основанная на тесной духовной связи со всеми живыми существами на Пандоре, друг другом и невидимым полем, пронизывающим все на планете, которое Нави называют Эйва, обожествляя его. Поселения Нави сконцентрированы в тропических лесах Пандоры, но некоторые кланы расселились и в других регионах на всех континентах планеты – в горных и болотистых районах и даже в Субарктике. Некоторые кланы, например, Аматикая и Типани, живут внутри огромных древних деревьев, которые они называют Килутрал или Древо Дома. За реализацию генетической программы у Нави отвечает недизуксирибонуклеиновая кислота. В их клетках также не используется рибонуклеиновая кислота для синтеза белков. Как именно происходит процесс реализации генетической программы у Нави неизвестно. Их кожа мягкая и переливающаяся, голубых оттенков часто встречаются также полосы темно-голубого цвета. Их тела во многом похожи на кошачьи, они грациозны, обладают хвостами, уши острые, лица с закругленными треугольными гранями, широкими и плоскими раздвоенными носами. У Нави очень красивые, большие янтарные глаза. На коже есть биолюминесцентные, то есть природные, излучающие свет метки, которые связаны с кровеносной и нервной системами. Эти метки меняют цвет в зависимости от настроения и служат для распознавания. Срок жизни этого народа примерно на 30% дольше, чем у людей. При этом взрослеют они гораздо быстрее. Кожа имеет голубой цвет для маскировки. Она может немного менять цвет при долгом воздействии солнечного света. Кровь Нави красная. В ней содержится железнопроводящее, кислородосодержащее вещество, похожее на гемоглобин. Волосы у Нави растут только на головах, веках и кончиках хвостов. Важным органом является коса, на которой находятся нервные окончания. При помощи них Нави налаживают цахейлу – психологическую и физическую связь с некоторыми живыми существами и растениями на Пандоре, а также друг с другом. Например, она используется для управления экранами. Талия Нави тонкая, а плечи широкие. Шея длинная, а тело – стройное. Это создает одновременно ощущение мощи и элегантности. У них очень хорошо развита мускулатура. Скелет гораздо крепче и прочнее человеческого, благодаря усилению природным углеродным волокном. Средний рост мужчины Нави – 3, а женщины – 2,8 метра. Основное назначение хвоста, которым Нави полностью управляют, как и другими конечностями – балансировка. Также им часто выражают эмоции. Средний вес мужчин – 210, а женщин – 190 килограммов. На руках и ногах по 4 пальца. Строение зубов напоминает человеческое, но клыки более выраженные. По силе Нави примерно в 4 раза превосходит людей. Размножение Нави схоже с человеческим, а женщины также кормят младенцев грудью. Но они не плацентарные млекопитающие и более подробно процесс размножения не изучен. Впрочем, известно, что Нави моногамны и, вступив в их аналог брака, пара никогда не расстается, так как связь устанавливается не только на уровне физиологии и чувств, но и на уровне Эйва. Нави – всеядны. В теплых регионах планеты они носят совсем мало одежды, сотканной из шкур животных и растений. Одежда во многом отличается в зависимости от положения в клане. Например, вождь клана Аматикая Эйтукан носит одеяние из ценных материалов. Они часто используют различные аксессуары, например, браслеты и ожерелья. Эйва, которую Нави считают божеством, обладает разумом и влияет на все, что происходит на Пандоре, в том числе на Нави. Например, Эйва контролирует их численность и напрямую влияет на распределение их по семьям. Нави живут в полной гармонии с окружающим миром, животными и растениями, убивая животных исключительно ради пропитания и защиты. На эту гармонию также сильно влияет Эйва. Например, оно не позволяет размножаться Нави слишком быстро, чтобы не нарушать баланс экосистемы Пандоры. Кланы очень редко конфликтуют. Если такое происходит, то другие кланы и Эйва помогают разрешить конфликт мирным путем. Также можно отметить, что если вдруг одному клану понадобится помощь, то другие никогда не откажут. Язык Нави довольно примитивен и насчитывает в районе тысячи слов. Из-за того, что у Нави не 10 пальцев на руках, а 8, то и счет их привязан не к десяткам, как у нас, а к восьмеркам. Когда люди начали добывать минералы на Пандоре, Нави восприняли их как агрессоров, которые без причин уничтожают природу. Это и положило начало конфликту. Нави видели в людях пришельцев-разрушителей, а люди смотрели на Нави как на помесь религиозных фанатиков и обезьян. Такое фундаментальное непонимание во многом стало причиной войны. Если вам интересна тема аватара Джеймса Кэмерона, то ставьте лайк и пишите в комменты, о чем бы вы хотели узнать из будущих роликов. Не забывайте подписываться на канал, если вы все еще этого не сделали. Спасибо за просмотр!